В нашей стране, как и в мире, происходят серьезные технологические изменения. Для того, чтобы быть участником этого процесса, не отставать от требований времени, нужно хорошо учиться. Это прекрасно понимают в славянском отделении дополнительного образования, где в нынешнем году намерены взять на обучение в разных формах около тысячи юных славянцев. Мир техники привлекает ребят возможностью как можно раньше прикоснуться к основам конструирования и сделать первые шаги на этом нелегком, но очень интересном пути. В рамках реализации проекта по обучению компьютерной графики в Центре дополнительного образования Славянска-на-Кубани на базе отделения технического творчества идет обучение для учащихся от 10 лет и старше. Мы совместно с Краевой школой компьютерной графики трехмерная станция организовали курсы по 3D-моделированию, по анимации. И сегодня и завтра ребята у нас занимаются очно, а смогут продолжить свое обучение в режиме онлайн. И выполняя простые задания, просматривая уроки, они смогут заработать себе баллы и обменять их в дальнейшем на какие-то ценные призы, на мерч. В программе обучение 3D-моделированию и компьютерной графики, в том числе с использованием шлема виртуальной реальности и графических планшетов. Все это преподносится так, чтобы заинтересовать учащихся. Получается, проектная школа, она в первую очередь призвана заинтересовать ребят, вовлечь их в эти интересные профессии прикладные. По факту для освоения нужен компьютер, нужна компьютерная программа бесплатная. У нас вот 5 направлений, но это то начало, тот первый шаг, который помогает им понять, что это за профессия, и интересно она им, не интересно, как ее применять, кратко рассказом. Каждое из направлений ведет человек из индустрии непосредственно, эксперт, который занимается разработкой этих игр. И много чего интересного тоже рассказывает ребят. Максим Мерц из 17-й школы с радостью решил принять участие в перспективном проекте, где можно почерпнуть много нового. На данных занятиях мы не только учимся моделировать и создавать 3D-модели, но и программировать. На данный момент мы учимся программировать самое простенькое, то есть движение, допустим, для игр, но позже это может развиться во что-то большее, создание профессиональных программ, допустим, для управления роботами и прочим-прочим. Также на следующий день у нас планируется изучение именно 2D-моделирования, то есть создание анимации и прочего, что также довольно полезно во многих сферах деятельности человека. Отделение технического творчества ведет набор учащихся по целому ряду программ, каждая из которых открывает перед ребятами большие возможности для развития. И сейчас в настоящее время ждем детей и их родителей, для того, чтобы пригласить их на следующий учебный год к нам на новые программы интересные. Как всегда традиционно у нас робототехника и программирование. Авиа и судомоделирование второй год подряд работает. Радиоэлектроника – очень востребованный курс, который ведет Антон Владимирович. И еще у нас работает детская коллективная радиостанция. Помимо этого, для других ребят мы еще предлагаем 3D-моделирование, но уже с помощью 3D-ручки и 3D-принтера. Также начальное техническое моделирование для ребят, начиная с детского садика. Универсальные знания и умения, приобретенные здесь юными славянцами, помогут им, занимаясь техническим творчеством, идти в ногу со временем. И самое главное, что такие занятия содействуют хорошей профориентации, когда учащиеся уверенно выбирают профессии, очень нужные нашей стране. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».